С каждым годом география участников всероссийского конкурса только расширяется. На этот раз к художникам, скульпторам и фотографам, вдохновленным идеей бережного отношения к природе, присоединились мастера из Северной столицы и Крыма. Традиционно в рамках взрослого конкурса организаторы проводят и конкурс детский «Весь мир в капле воды». Дипломы юные лауреаты получили из рук мэтров академиков Российской академии художеств. Это поколение, отмечают работники Сочинского водоканала, уже осознает свою ответственность за состояние окружающей среды. В целом же на участие в седьмом по счету конкурсе подали заявки более 500 авторов. Отбор прошли 200 работ. Вот бывает иногда красиво и в тему, но там нет любви к отечеству. А вот когда есть красота, пластика, искусство, тема раскрыта широко и любовь к отечеству, это дорогого стоит. Вот эти критерии здесь присутствуют. Как отмечают акционерное общество Евразийский и Сочинский водоканал, задача организаторов не просто отобрать лучшие работы, но и поддержать талантливых авторов, которые доносят до широкой аудитории идею сохранения и бережного отношения к водным ресурсам. В Сочи водоканале помимо творческих проектов в поддержку экологии постоянно проводятся экологические акции. Одна из них – чистая вода Евразийского. Для нас забота о экологии и сохранении водных ресурсов – это не просто внедрение современных технологий, оборудования. Это наша повседневная работа. Мы практически раз в месяц организовываем экологические субботники по очистке русел наших сочинских рек. И каждый раз в этих акциях участвует больше и больше людей. Получаем отклик в интернете, приходят блогеры, ну и собственно и жители не остаются равнодушными и помогают нам убрать, сделать мир и окружение вокруг чище. Донести до зрителя идею трепетного отношения к воде решил и сочинец Олег Комиссаров. Архитектор по профессии выставил на суть жюри сразу четыре фотоработы. Кстати, конкурс фоторабот в рамках семилетнего конкурса проводится лишь второй год. Первое место заняла работа Комиссарова – начало реки Мзымта. Это был восход солнца, несколько минут была изморозь. После того, как я снял, всё исчезло. Вот это вот стараюсь ловить в каждой фотографии. Это как огонь, можно снимать и смотреть на это дело вечно. Тему воды фотографы раскрывали по-разному. В итоговую фотовыставку вошли и работы, рассказывающие о нелёгком труде сотрудников водоканала, которые обеспечивают сочинцев редкой по чистоте и вкусовым качеством водой. В художественной же части конкурса лучшей признана работа «Вечер» питерского художника Евгения Ячнова. Выставка в Музее Островского будет работать по 23 октября.